А вот этой дорогой я все время ходил в школу. И мы сейчас с Егором пойдем пройдем по месту, как я ходил в школу. Просыпался я примерно в 7.20, когда звучала пионерская зорька. И вот так мы шли. Впереди вот, вы видите, школу. Там мастерские. И мы как раз пролезали через забор. Сейчас мы просмотрим, есть ли какая-то дырка, может быть, в заборе осталась. Для того, чтобы попытаться пролезть и сходить в школу. Егор меня критикует. Но ничего, мы сейчас найдем способ, как тут пробраться. В общем, сейчас какими-нибудь дорожками мы попытаемся пробраться. Видите, тут понастроили каких-то подземных хранилищ или какие-то сарайки, или что-то еще. В общем, мы сейчас идем хитрыми дорогами, которыми мы ходили в своем детстве. Для того, чтобы посмотреть, а как же раньше тут можно было пробраться в школу. Это наши мастерские. И вот мы подходим к школьному двору. Раньше здесь был забор. Собственно говоря, он и сейчас есть. Посмотрим. Школа. И мастерские здесь. Мы хурили в старших классах. Вот во дворе этих мастерских. Смотрим, что тут осталось. Так. Ага, вот тут есть еще какая-то хитрая дорожка. Ну, в общем, вот этот забор. Раньше здесь. В этом заборе была дырка. Вот именно здесь. Вот она, эта дырочка. Вот такая же, но не знаю, есть шанс у нас попробовать пролезть. Егор-то точно пролезет? Нет. Ты уже пролез, а у меня, наверное, шансов нет. Но я сейчас буду пробовать. Так. Ладно, тут самое интересное, ничего не оставить. Так. Так, главное осторожно не порвать куртку. Так, все нормально. Ну, вот, собственно говоря, мы на территории школы. Школьный двор. Здесь мастерские. Да, никто нас не арестует. Обратно мы точно так не пойдем. Вот это футбольное поле. Здесь мы играли в футбол. А это окошки мастерские. А на втором этаже спортивный зал. Вот, был, да. Сейчас, вот здесь мастерские. Здесь у нас были мастерские, с одной стороны, столярные. То есть мы работали по дереву. А с другой стороны, слесарные. Другие мы работали по металлу. Я уверен, конечно, сейчас все закрыто. Но сейчас мы посмотрим. Так. Наверное, все закрыто, да? Действительно. Да, все закрыто. Ну, ничего. А вот школа. Сзади двор школы. Сейчас мы пойдем сходим. Посмотрим туда, вперед. Может быть, может быть, может быть, открыто. Мы сейчас быстро вернемся. Так. Давайте пройдемся по этой дороге. Ровно так, 10 лет я маленьким ходил в школу. Вот. Егор, догоняй. Буквально хватало времени для того, чтобы добраться и вовремя успеть на занятия. Сейчас посмотрим, что тут у нас дети учатся. А, сегодня же суббота. Готовься. Так вот. Вот перед вами средняя школа номер один. Имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. Да? Что здесь написано? Да. Вот, видите, написано. Евгений Дикопольцев. Да. Пойдем зайдем. Вот, мы же ходим в школу, посмотрим, что тут есть. Вот так вот бывает. Зайдя в свою родную школу, встретил свою очень близкую приятельницу нашей семьи. Можно сказать, родственную. Да, Ромочка. Ты же вот такой, даже меньше был. Я был меньше, конечно. Да. А помнишь, как ты пришла к нам в гости, и я тебе дверь открыл. Да, да. Искал ключ. Никак не мог найти. Разговаривали мы с тобой. Поднимаемся. Вот здесь, вот это второй этаж. Здесь был кабинет директора, вот с этой стороны. Да. Здесь был кабинет физики. Да. Да. Это второй этаж. Да. Вот здесь. Вот. Да. Получительскую сюда перенесли? Да. Ну-ка. Здесь у нас один. Здрасте. Здрасте. Ну. Ладно. Ладно, не будем заглядывать. Ага. Вот. Здесь вот это все. Вот. Десять лет. От звонка до звонка. Я смотрю на дно. А? А? Это же... По субботу мы знакомы. Ходим-то в школу, что ли, да? Да, мы учимся. Это вот сегодня просто в связи с тем 85 лет. Ага. Три урока. Ага. И все. А так? Здрасте. Здесь раньше расписание висело. Вот здесь. Да. И здесь была учительская. А вот мы были в пригод. Пойдемте, я покажу фонтанчики питьевые. А нету. Не осталось, да? Нет. А вот здесь, на месте этой штуки, стояли фонтанчики питьевые. И мы... Сейчас все это отменили. Потому что вода, да? Это мужской туалет. Сейчас привозят в кулер. Воду привозят. А, в кулеры. Там залчи были и библиотека. Да, библиотека сам, а в залчи здесь есть. Так. Залчи тут также не остались. Ну, никого нет, наверное. Почему? Нет. Здравствуйте. Здрасьте. Да, я, Роман Дусенко, учился здесь раньше. Так. Пойдем поднимемся наверх. На четвертый этаж. Вот здесь был на втором этаже математик. Вот здесь, кстати, была оружейная комната. Тут у нас были автоматы Калашникова. Мы их собирали, разбирали. Жарко. Третий этаж. Здесь был актовый зал. Осторожно. Вот здесь было... Вот здесь, в этом месте, вот в этом... А, была Кианевская дружина. Вот. А там был у нас... Это был кабинет русского языка. Там Галина Антоновна преподавала русский язык. Галина Антоновна. Это актовый зал, он закрыт. Пошли сходим на четвертый этаж. Четвертый этаж. Это вообще уникальное состав... Место. Средняя школа. Да, это средняя школа. Я тут был директором музея. И занимался тем, что водил экскурсии. Вот именно... А? Пятого нет. Вот так раньше школа выглядела. А это была школа Юмини Сергора Джаникидзе. Здесь музей был. А это наша школа. Это был класс биологии. Да, география. Здравствуйте. А Наталья Алексеевна нету сюда, да? Нет, она была. Ушла. Ушла, да? Так. Десятый. Ну, это слишком ранний. Мы, в 89-й год выпускаем. А вот это был мой класс. Геология. Да. Так, ну вот, собственно говоря, какие года, Егор, здесь. Вот, видите, какие это истории. Нашей школы. Нашей школы. А это какие года? 77-й. Здрасте. А здесь раньше... Где 89-й? 89-й. 90-й. А где 89-й, Егор? Да? Почему-то есть 88-й. 80-й. А где 80-й? По-моему, есть 89-й. 90-й, 91-й. Да? 90-й, 91-й. 91-й. 86-й. 86-й. 88-й. 92-й. 94-й. Ну, в общем, нашего класса нет. А это ребята, которые учились на год младше нас. Вот, друзья, мы подъезжаем к еще одной достопримечательности нашего замечательного города. Это железнодорожный и автомобильный мост через реку Амур. И вот мы сейчас по нему поедем. Прям вот заезжаем. Еще несколько секунд. Охрана. Впереди вот там город. Очень хорошо видно. И вот. Ближайший пункт населенный Бибань. Там Муржи немножко покрылся льдом. И вот мы заезжаем. Ура! Та-дам! Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Вот, мы едем по пусту. Это дорога в Хабаровск, а железнодорожная дорога в Сангавы. Ну вот.